МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале АТВ-Центр время новостей. В эфире программа Ныне с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Глубинка душа России. В Центре народной культуры состоялась встреча с сельчанами-продолжателями русских традиций. Любовь сквозь столетия. В Ахтубинске появилась новая скульптурная композиция святые благоверные Петр и Февронья Муромские. Браки под покровительством святых. В День семьи, любви и верности официальными мужем и женой пожелали стать пять Ахтубинских пар. 8 июля, начиная с 2008 года, во всех городах России широко отмечают День семьи, любви и верности. Многие считают его достойной альтернативой Дню влюбленных, пришедшему из-за рубежа. Действительно, в отечественном празднике больше духовной любви и преклонения перед верностью и преданностью. А все потому, что праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией, парой, являющейся образцом семейных отношений. В минувшее воскресенье в парке по улице Чкалова состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной православным святым. Когда такое большое количество жителей Ахтубинска собиралось в этом парке, сказать сложно, но в этот день, 10 июля, на открытии культурной композиции святым благоверным князьям Петру и Февронии людей было очень много. Духовой оркестр Знаменского гарнизона перед началом церемонии выступил с концертной программой, исполнив несколько любимых в России музыкальных мелодий. Сегодня мы с вами присутствуем на торжественном открытии памятников в честь святых Петра и Февронии, покровители, они у нас семьи и брака. Памятник уникальный, потому что он не отлив по какой-то форме, он сделан руками, руками военнослужащих, что, наверное, особенно приятно нам должно быть с вами. И вот такое доброе начало мы сегодня полагаемся с вами, и искренне надеюсь, что вот таких мест и в парке в нашем, в нашем городе будет все больше и больше. Если мы не будем помнить нашу историю, со временем и забудем о нас, забудем свою речь, забудем свои корни, это делать нельзя. Эти святые люди, которые нашу землю покрывают своим благодельствием, берегут наши семьи, а семья самое дорогое, что есть у человека. Не будет семьи, не будет ничего. И я благодарен Владыке, что разрешил нам создать эту композицию. Мы прекрасно знаем, что Петра и Феврония – это образец христианской семьи, это покровители семьи. И все равно это будет толчок для людей, которые подойдут, когда-то посмотрят и скажут «Да, надо быть образцом, надо принимать пример с этих людей». Я желаю вам, чтобы у вас были крепкие семьи, я желаю вам, чтобы был покой, уют, благополучие в ваших семьях, чтобы у вас всех было здоровье. Попала покрывала со скульптурной композицией святых, плывущих в одной семейной воде, соединившей их через годы трудных лет. Если мы говорим о Петре и Февронии, что реальная историческая личность, это не просто какой-то символ, есть своя история. Почему бы именно им и не поставить памятник? У нас очень много памятников людям, которые, на мой взгляд, этого совершенно не заслуживают. А если мы ставим памятник тем людям, которые в своей жизни совершили подвиг, я думаю, что это хорошо и правильно. Владыка предложил желающим сфотографироваться у памятника. Фотосессия длилась долго. Как хорошо, что теперь у нас в России есть свой день влюбленных. Это день Петра и Февронии, день семьи. Эти святые, конечно, образец семейной жизни для всех нас, православных христиан. И как хорошо, что теперь мы, может быть, сможем забыть чужестранный праздник, день Святого Валентина, который, в принципе, к любви не имеет никакого отношения. Очень красивый памятник открыли. И я думаю, около этого памятника теперь будут фотографироваться все молодожены. Скульпторы, военнослужащие Знаменского гарнизона, Илья Сакаев и Анатолий Снедков, рассказали, как создавали скульптурное произведение. Делали ее семь месяцев, не спеша, прикладывали все усилия, чтобы она не отличалась от скульптур, которые расположены мурами в самом. Мы изучали историю данного факта исторического про князя Петра, как все получилось, как он заболел, как простая крестьянка Феврония спасла его от лютой болезни. Ну, это нас вдохновило. Хотим, чтобы наша молодежь знала и любила все это. И всегда помнила, что семья, Бог, семья, верность – это самые главные в жизни вещи. Практически все, кто принял участие в открытии памятника, фотографировались на фоне святых. Хороший праздник, что он у нас появился в России, потому что раньше отмечали День влюбленных, ну, а это же не наш День влюбленных. Вот правильно, что сделали этот праздник. Это все-таки на Руси все произошло. Скульптура достойна уважения, почитания. Самое главное в семье – это взаимопонимание. Из верности исходит все доверие в семье, поэтому я считаю, что важно жить так, исходя из принципов семьи Петра и Февронии. Вокруг царило праздничное настроение. Сотрудники районного Дома культуры организовали игры, конкурсы. Победителям, да и просто участникам угощали мороженым, другими сладостями, поили чаем. Празднование памяти святых князей Петра и Февронии – это праздник, который напоминает нам о самом главном, что есть на земле – это любви к Богу и ближним. А любовь к ближним, естественно, проявляется к самым близким, к самым главным людям – это нашим собственным семьям. И праздник любви, семьи и верности, государственный праздник, он не стал неким противостоянием тому знаменитому и нетрадиционному для нашей страны празднику Святого Валентина. Он является на самом деле забытым и восстановленным в памяти по справедливости, исторической и справедливости, восстановленным нашим традиционным праздником. Отрадно, что вот такие праздники напоминают нам о том, что мы все-таки должны сохранять верность, любовь к самым близким на свете людям, нашим любимым супругам и детям. В день семьи, любви и верности законными мужем и женой стали пять Ахтубинских пар. Для сравнения, в прошлом году не было ни одной регистрации заключения брака. В день памяти святых Петра и Февронии работники ЗАГСа устроили необычную праздничную программу бракосочетания для влюбленных. Ольга Лемайкина с подробностями. Является ли ваше желание стать законными супругами, взаимным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Конечно, да. Прошу ответить вас, невеста. Связать себя узами брака в день семьи, любви и верности считается хорошей приметой. Браки, скрепленные именно в день покровителей семьи Петра и Февронии, будут долговечными и именно такими, о каких мечтаешь. В этот день любви и верности мы решили соединить свои судьбы и пойти по жизни до конца. Торжественная регистрация проходила в славянском стиле. Небольшое представление ждало влюбленных перед входом в ЗАГС. Гостей встречали лично Петр и Феврония. Их роли исполнили ахтубинские актеры. История любви великой до сих пор жива. О Февронии целительстве и князь и Петра. Они столько выдержали все испытания. Любовь, как святыню, пронесли сквозь все страдания. С напутственным словом к новоспеченным супружеским парам выступили представители духовенства. Иногда брак сравнивают с мешочком, куда бросают в бокам вот такой остров с шипами. И они в браке начинают друг от друга тереться. Тереться, тереться. А в конце жизни их высыпают, и они становятся гладенькими. Вот поэтому постарайтесь, чтобы в конце жизни вы были гладенькими. А иногда даже они настолько притираются друг к другу, что их невозможно разделить. Секретом своей долгой 22-летней супружеской жизни с новобрачными поделилась семья Татариновых, которая поздравила молодоженов и преподнесла лучший, как говорится, подарок. И если вдруг вы забудете о чем говорить, или сразу не собраните, то мы дарим вам на память лирику Афанасия Тета. Вы просто откроете, что созвучно в вашей душе, и скажете своей любимой супруге. И еще один подарок от работников ЗАГСа, который предложили молодоженам подарить жизнь ромашке, чтобы семья была крепкой, а в доме царила любовь. На церемонии бракосочетания каждая пара посадила свой цветок семейной жизни. Необычная свадьба в стиле рок-н-ролл. Образ спонтанный, что-то вроде как признаются сами ребята, проходили мимо и зашли. Семенов Василий и новоиспеченная Семенова Анна решили скрепить себя узами брака в тайне от родителей, устроить всем сюрприз. Сейчас это день только для нас, когда они маминых советов, папин, да папа поправляет тебя, выкупов ничего нет. Вот мы только для себя, вот с ребятами, с нашими братьями и сестрами. Пользуясь случаем, ребята не упустили момент и передали своим родителям видеопривет. Мамбаб. И мои мамбабы. Мы, наверное, просим прощения за то, что мы немножко схитрили и не поставили вас в известность заранее. Но это все, наверное, во благо. Мир и общество меняются. Приходит много хорошего, нового, на смену устаревшему стоим. Но это не означает, что старые традиции безнадежно устарели. В Центре народной культуры считают, что, сохраняя традиции народа, все мы поддерживаем гармоничную связь между прошлым, настоящим и будущим. В гостях у сотрудников Центра побывали представители сел Ахтубинского района. Они хранители русских традиций и просто замечательные люди. Открытие Центра русской культуры в конце 2014 года стало значимым событием в культурной жизни города и района. Весь интерьер помещения стилизован под старину. Занавески с орнаментом, русская печь и прялка, угощение на столе. Такое ощущение, что в избе ждут гостей. А их действительно ждут. Сотрудники Центра народной культуры пригласили поучаствовать в программе хранителя русской традиции наших земляков из сел района. Они действительно являются носителями традиций. К тому же все люди творческие. Кальк Виктор Александрович, мастер декоративно-прикладного творчества, добрейшей души человек. Запрыгин Александр Константинович, солист фольклорного ансамбля «Ивушка». Золотухинский соловей, так его называют. Солистки фольклорного ансамбля «Сударушка», Дома культуры села Батаевка. Николаев Александр Алексеевич, народный умелец, золотые руки, плетет корзины, древнейшее искусство плетения корзин из мокрой лозы. Солист, участник ансамбля народного «Пенек» Павел Михайлович, познакомьтесь. С нами терский казак Олейников Василий Иванович. Бухарин Владимир Петрович, потомственный казак, воспитывает будущих казавков, внук Данил. И первый парень на деревне, Куликов Геннадий Иванович, первый гармонист. Все эти люди – большие энтузиасты. Их любят в родных селах и знают за их пределами. Они чувствуют душу русского народа, потому что сами являются частью этой души, знатоки своего дела и патриоты России. Наверное, поэтому голоса российской глубинки не спутаешь ни с какими другими. Но пора, братцы, накосная, вся деревня на лугой. Этим людям есть о чем рассказать и чем поделиться. Их опыт бесценен, потому что живут они по совести, работают с огоньком, поют задушевно и любить умеют по-настоящему на всю широту русской души. ПЕСНЯ В настоящее время к эфиру готовится телевизионный вариант встречи в Центре русской культуры, посвященной творчеству носителей традиции. Так что следите за нашими программами и смотрите Ахтубинское телевидение. А еще не забывайте ходить в музей. На этой неделе там будут представлены две новые экспозиции, работа которых продлится до середины августа. 14 июля в районном историко-краинском музее состоится открытие сразу двух экспозиций. Одна из них называется «Играет старая пластинка», рассказывающая историю звукозаписывающих устройств. Это начиная от патефона и до таких сложных цифровых уже устройств MP3-плееров с флеш-картами. Вы здесь можете не только посмотреть эту технику, а еще и услышать звучание старинных патефонов, проигрывателей и даже кассетных монитофонов. Желающих можете посетить выставку с 8 утра и до 15.00 в рабочее время и в воскресенье с 10.00 до 15.00 в выходной день. И также будет открыться выставка работ фотохудожников астраханских, наблюдая за старой Астраханью, где представлены улочки, архитектурные здания, очень красивые, старинные, где можно понаблюдать и узнать историю города Астрахани, начиная с конца 19 века. Всех желающих приглашаем в музей посетить две очень интересные исторические экспозиции. Мед – это бесценный дар природы, который приготовили нам пчелы. Этот эликсир здоровья и долголетия ахтубинцы могут приобрести в киоске Уцума. Пасека семьи Бирюковых предлагает горожанам свежий мед и другие продукты пчеловодства. Первый мед – самый вкусный и полезный. Он уже появился на прилавках, но покупая сладкий продукт, важно знать, как выбрать качественный и зрелый. Не стоит стесняться потребовать у продавца ветеринарное свидетельство. Здесь мы видим, что мед исследуется на цвет, аромат, вкус, консистенцию, наличие массовой доли воды. То, что мед не подвергался нагреву, подтверждает нам лабораторная реакция на оксиметилфурфурол. Это такой очень вредный канцероген. Если мед нагревается, то его количество в меде будет очень высоким. И мед может превратиться из полезного продукта во вредный для здоровья. Помимо лабораторной экспертизы, мы еще и на местах проводим исследования меда на наличие влаги. Для этого существует такой специальный прибор, который называется рефрактометр. Капельку меда можем положить на призму, и на солнечном свете мы можем увидеть точное содержание влажности. Вот нормальная влажность для меда – это 18%, но не допускается выше 21%. Влажность кориандрового меда, который, кстати, стимулирует умственную деятельность, составила 18,1%. Показатель очень хороший. Такой продукт действительно и вкусен, и полезен. Впрочем, не только он. Кроме свежего меда здесь можно приобрести пчелиный подморт тройного обогащения с выдержкой в три года. Он применяется для лечения рака и замедляет процессы старения организма. Настоящий мед и все продукты пчеловодства можно приобрести в фирменном киоске Бирюковых. Расположенном рядом с ЦУМом. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова